На календаре вторая неделя лета кто-то уже запланировал поездку на море, а кто-то об отдыхе даже не думает. В современном мире из-за высокой конкуренции люди готовы пожертвовать отпуском, чтобы не потерять работу. Так нужен ли отдых или человек способен обходиться без него годами? Об этом поговорим сегодня с психологом Аллой Лобановой. Здравствуйте, Алла. Рада вас видеть. Алла, только ли наемные работники готовы пожертвовать отпуском? Может быть есть какая-то статистика у вас? Ну, знаете, вот, наверное, даже было бы смешно нам с вами разговаривать об этом лет 10-15 назад, да, об отпуске. Все люди с радостью бежали в отпуск, чем больше дней, тем лучше. А сейчас действительно из-за роста безработицы, из-за высокой конкуренции эта проблема стала актуальной. И все больше людей, и не только наемных работников, как вы правильно сказали, а еще и бизнесменов, то есть людей, у которых свой бизнес, страдают как раз вот этим вот отсутствием отпуска. Да, есть некоторые статистические данные, то есть вот компания «Суперджоб», она обработала и провела исследование. Значит, они опросили 396 человек. Это были сотрудники-управленцы с высокой зарплатой, и они пришли к какому выводу? То есть 69% из этих 396 имеют ненормированный рабочий день, 48% готовы отказаться от отпуска и от выходных дней ради своего места, 39% выше ставят работу, чем собственную семью. То есть вот такие вот грустные данные. Действительно грустные. Я знаю, что сейчас появился даже какой-то термин особенный, который связан с отсутствием отпуска. Расскажите об этом немножко. Да, сейчас появился термин. Называется он «Синдром отсутствия отпуска». И, конечно же, этот термин был придуман в США, потому что самая актуальная проблема у нас именно там. Этот недуг, вот несмотря на такое вроде бы невинное название, он очень опасен. И несет он в себе сердечные приступы, онкозаболевания, инсульты. То есть, к сожалению, от этого синдрома сейчас страдают довольно много человек. И заработать этот милый синдром, в принципе, очень легко. То есть несколько лет не сходить в отпуск. Несколько лет – это сколько, например? Ну, года два-три не ходить в отпуск, и можно уже заработать этот синдром. Но опять-таки, смотря какая работа, иногда и двух лет достаточно. То есть это нормальная реакция организма на то, что человек просто лишает себя отдыха. Да, да, абсолютно верно. Но также еще можно сходить в отпуск. Но сходить в обнимку с мобильным телефоном. Но это мы потом все обсудим, чуть-чуть попозже с вами, да. Вот нежелание брать отпуск, я так поняла, что это не только российская тенденция, но и американская, еще какая-то. Вот тоже об этом давайте поговорим. Да, это сейчас общемировая тенденция. И в лидерах у нас американцы, японцы и китайцы. Но Россия семимильными шагами догоняет всех. И у нас уже это тоже стала проблема очень актуальна. То есть у нас сплошные трудоголики появляются теперь тоже, как в Японии и в Америке. Совершенно верно. И вот если по отпускам, да, конечно, самое проблемное – это Америка страна. У них отпуск 7-10 дней. То есть обычная вот у них такая… Это положенный отпуск какой-то по законодательству? Ну, у них нет этого в законодательстве. То есть законодательством это только вот в основном Россия защищена. У них, знаете, какая система разработана? То есть ты месяц работаешь, и за месяц ты получаешь один день отпуска. То есть ты накапливаешь. Можешь полтора года работать, два года, сколько ты там дней себе накопил. Причем некоторые у них работодатели отпуска не оплачивают. То есть ты имеешь отпуск, но ты его не оплачиваешь. За свой счет идешь. За свой счет идешь. Но к большой радости такая проблема у нас существует только в Америке. Например, в той же Швейцарии там работодатели более благостно относятся к своим сотрудникам. У них где-то приблизительно 32 дня отпуск. Дальше Германия, Англия, Португалия. А японцы, они же тоже очень много работают. Япония, у них 27-30 дней, меньше повезло немцам, у них 18 дней отпуска. И вот знаете, американское психосоматическое общество, они тоже провели исследование. И что они выявили? Что человек без отпуска, то есть который уже обладает вот этим синдромом отсутствия отпуска, живет меньше, чем хронический алкоголик. Ничего себе. А сколько у нас живут по статистике хронические алкоголики? Вы знаете, конечно, опять-таки, каждый по-разному, и смотря, что они употребляют. Но у них, конечно, прожиточный, вернее, уровень жизни и количество лет намного меньше, чем у обычных людей. Ну, я уже поняла, что отдых нужен. Вот, наверное, нашим телезрителям мы сейчас расскажем или должны с вами рассказать, для чего он нужен. Вот с точки зрения медицинской, вы уже немножко сказали, с точки зрения психологической, может быть, сейчас расскажем. Ну, конечно, и медицина, и психология, мы все работаем, так скажем, в одну сторону, да, потому что действительно это стала большая проблема. И проблема заключается в основном в чем? Все люди стремятся к балансу и к гармонии, да. Ну вот гармонию между работой и личной жизнью действительно очень сложно найти. И человек все время, так скажем, либо к одному, либо к другому приходит. Ну да, есть люди, которые в основном на работе себя реализуют, а кто-то дома. А кто-то в личной жизни, да. Так вот, трудоголики действительно, они реализуют себя на работе и, к сожалению, тратят свои энергетические ресурсы. Постепенно они эмоционально выгорают. И это тоже, кстати, огромная сейчас проблема, то есть эмоциональное выгорание. Что это вообще такое? Это истощение умственных, физических и эмоциональных ресурсов человека на фоне хронического стресса. Люди истощаются и возникают конфликты, они становятся более агрессивными. Ну и, естественно, конфликтуют на работе, потому что требуют от сотрудников такого же отношения бешеного к работе, как у них у самих. И представьте, если такой сотрудник является руководителем, то есть, естественно, будут выгорать целыми организациями. Поэтому, конечно же, сейчас и психологи, и психотерапевты, и психиатры, у нас у всех одна проблема, как помочь людям не выгореть. Потому что происходит профессиональная деформация специалистов. Ну это такому человеку наверняка уже надо обращаться к психологу, да, который годами оказывается без отпуска. Ну да, и к психологу, и за медикаментозной помощью тоже. Ну, мы уже начали всё-таки отдых нужен, это я поняла для себя. А каким по продолжительности должен он быть? Вот хватит ли, допустим, пяти дней? Ну как вот сказали вы, да, что в Америке семь, допустим, дней. Ну а если пять? Вы знаете, к сожалению, пять дней – это вообще ничто. Потому что только неделю наш организм привыкает и меняет ритм работы на отдых. Поэтому пять дней – это не отпуск. В идеале, конечно, это недели четыре. То есть, вот это вот нормальный отпуск. Но очень часто в организациях отпуск дробится. То есть, есть четыре недели, и он делится вот две недели, допустим, летом, две недели зимой. Это тоже не очень хорошо. Это тоже не очень, да, не очень правильная практика, которую действительно люди сейчас стали часто использовать, потому что отпуск нужно отгулять полностью. Да, организм у нас настраивается на определенный биоритм. Он должен отоспаться, должен получить, ну так скажем, все положительные эмоции. И это как раз довольно продолжительное время. То есть, четыре недели – это минимум. Четыре недели – это минимум. Ну а имеет ли значение, где человек проводит отдых? Потому что я даже по себе заметила, да, что когда ты выезжаешь из города, хотя бы даже на два выходных дня, ты отдыхаешь лучше, чем ты находишься где-то там дома или, может быть, просто в городе, занимаешься какими-то делами другими, не связанными с работой. Да, вот имеет это место быть, да, но вы знаете, здесь вот какая ситуация? Нужно поменять кардинально род деятельности. Вот это важно. То есть, если, предположим, вы работаете там в каком-то душном помещении, да, сидите на одном месте около компьютера, то отпуск нужно провести активно. Не знаю, ходить по музеям, там, идти в горы, да, там, на огороде тяпать тяпкой и так далее. Если же, наоборот, работа активная, связанная с вечной беготнёй, да, то нужно тогда отдыхать спокойно. И у меня, кстати, часто пациенты приходят именно с такой проблемой, что не успевают отдыхать за отпуск и за выходные. И когда мы с ними начинаем анализировать эту ситуацию, то оказывается, что они свой отпуск и свои выходные проводят точно так же, как и рабочие дни. Естественно, организм просто не успевает отдохнуть. Ну, допустим, да, что человек всё-таки решил устроить себе отдых в кои-то веки, там, раз в пять лет и поехать отдыхать. Каким должен быть этот отдых? Ну, я поняла, где он должен отдохнуть, а каким он должен быть? Потому что вы уже сказали несколько, я не знаю, минут назад о том, что люди берут с собой ноутбуки, всевозможные гаджеты и вот так отдыхают. Ну, вот это, к сожалению, тоже сейчас очень плохая практика, потому что в обнимку с телефоном, ноутбуком, интернетом отпуска не получается. Просто человек меняет картинку. Да, я понимаю сейчас, многие люди хотят, ну, так скажем, для своих сотрудников сделать так, чтобы не заметили их отсутствие. Они рисуют себе страшные картинки, что будет происходить на работе. Если их не будет. Да, ну, вы знаете, вот я, наверное, скажу, такие вот общепопулярные вещи, здоровье, оно всегда важнее. Здоровье не купишь, поэтому, какие бы вы деньги ни зарабатывали, обязательно нужно отдыхать и обязательно нужно думать о своём здоровье. И отдыхать совсем без гаджетов, получается? Да, это в идеале. У многих ещё порой возникает чувство вины, что они оставили работу, уехали отдыхать. Как избежать этого чувства вины? Можно ли его избежать вообще? Ну, вы знаете, конечно, это опять вопрос о приоритетах. То есть вот если для меня, например, важнее моё здоровье, моё внутреннее состояние, то у меня чувства вины не будет. Если я работаю вовне, да, то есть, ну, пытаюсь, так скажем, для компании сделать максимально, то, да, у них будет чувство вины. Ну, задумайтесь о себе правильно, расставьте приоритеты. А приходят к вам такие люди, которые, вот, вы знаете, я тут отдохнул и всё, да? Часто, часто, часто приходят. В том-то и дело, что это сейчас стала проблема. Люди приходят именно с такими вот. Причём, знаете, даже люди, которые год или два отработали, они уже приходят с такой проблемой, что выходные, не отдыхаю, отпуск взял, вроде бы поотдыхал, ничего не получилось, оттуда вышел, теперь вообще уволиться хочется. То есть, да, к сожалению. Получается их вот на путь истинный наставить каким-то образом? Ну, можно, можно, да, конечно. Ну, то есть, тут нужно чётко, вернее, узнать, как они отдыхают, как они работают, да, ну, и просто правильно режим составить, и всё. И тогда у них всё налаживается. Вот тем, кто сейчас нас смотрит и решил в этом году, ну, и летом, и дальше обойтись без отпуска и посвятить всё своё время работе, что вы могли бы сейчас сказать? Я скажу, что бегите в отпуск, потому что здоровье и ваша жизнь — это самое ценное, что есть у человека. Работа, она приходит и уходит, а мы у себя всегда остаёмся. Поэтому в отпуск. Алла, а вы-то когда в отпуск у вас? Я сейчас в отпуске. Вы сейчас в отпуске, я смотрю, вы такая сегодня пришли, радостная, полная позитивных эмоций, но это, наверное, именно потому что… Вероятно, вероятно. Конечно, это связано, да, то есть голова отдыхает, нет уже того бешеного ритма, вот поэтому, да, в отпуске хорошо. А вот ещё хотела спросить о работодателям, тем, которые, ну, может быть, не всегда отпускают, да, своих наёмных рабочих, тоже, что бы вы сейчас сказали? Вот работодателям я бы сказала, что труд выгоревшего человека эмоционально, он менее эффективен. То есть когда человек вернулся на работу, полноценно отдохнувший, он будет работать лучше. Да, он неделю будет привыкать к этому всему, входить в ритм, но потом он будет работать намного лучше. Люди, так скажем, которые уже изнемождённые и на последнем дыхании, с них выжимать последние соки, это неграмотно. Ну, в общем, на улице лето, все в отпуск. Все в отпуск, да. Спасибо большое, Алла. Пожалуйста, до свидания. До свидания. А я напомню, что сегодня мы говорили с психологом Аллой Лобановой о так необходимом всем отпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok